добрый день дорогие друзья всем добрый день значит я сейчас пробую пробуя сейчас значит включить эфир также в телеграме вот внизу и ссылочка посмотрите и пробуя включить эфир в телеграме посмотрите пожалуйста работает может быть вам удобнее слушать телеграме значит будем 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 слушать телеграме тогда если неудобно значит в в фейсбуке но хочу сделать еще одну возможность чтобы слушать уроки может быть мы записывать им будем да вот максим где удобнее слушать телеграме или в ютюбе или фейсбуке почему-то мне не показывается не показывается мне что есть картинка источник видео нет картинки в телеграме почему-то нет картинки значит видео записывается пускай записывается видео вот так вот и начать запись начать как видеофайл допускать будет и важно чтобы было видно ну но я вот почему-то не вижу да видео нету хорошо значит видео нету нету видео в телеграме но есть звук уже хорошо уже хорошо есть звук давайте посмотрим значит звук есть видео нет жалко поделиться все настроим потом все дорогие друзья начну хотя бы звук есть уже тоже хорошо а и видео даже есть потому что я видео не вижу если есть видео вообще идеально все значит телеграме тоже есть и видео и звук значит нас сейчас две возможности рабу слушать тору смотреть урок торы значит отлично есть ведь и есть развитие есть продвижение и это главное в жизни жизни если ты растешь и развиваешься значит ты живой все значит мы перешли на следующий уровень у нас сейчас уроки и в телеграме и в и в фейсбуке да всем шоу сегодня 26 число месяца минахим а значит осталось четыре дня дорож хода шилуль и мы продолжаем изучать тору заходим и со стороны хабада сейчас в этом цикле уроков мы смотрим как две книги изучаем которые очень важны для движения хабад это книга о йом-йом последнего любавческого рэба и книга обретения неба на земле изучаем хумаж все двигаемся дальше безум можно было бы сделать подумаем я хочу сделать ну максимум мы подумаем мы его час кроша шана смотрите остался месяц перед рожа шана месяца четыре дня в рожа шана каждому из нас будет выноситься назовем это приговор старым языком да как суд приговор царь то есть мудрецы говорили теми терминами которые им были хорошо понятны в их время нам было бы понятнее что вот мне лично как я бы для себя понимаю метафорично что происходит в рожа шана есть творец создатель он хозяин мироздания он главный администратор всего мироздания он его сотворил и он управляет все центр управления всем этот создатель-творец который непостижимый он создал систему вот весь этот мир он как такие чат-боты вот я сейчас очень занимаюсь чат-ботами в телеграме это такое как компьютер ты делаешь действие он тебе отвечает и на каждое на каждое твое действие запрограммирован ответ то есть создатель мира он когда создавал всю эту систему он ну это просто такой разум что мы даже близко не можем охватить разум который 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 всевышний сделал комара он сделал он сделал вирусы он сделал триллионы галактик он сделал все это ну мы не можем понять его то есть для человека постигнуть мудрости вышнего это ну как котенку понять устройство боинга самолета мы не можем но нам тора раскрывает некоторые моменты но раскрывает очень тем языком которым мудрецы говорили мудрецы кабалы говорили 2000 лет 3000 лет назад то есть они вот эти вот вещи духовные абстрактные представляли теми примерами которые им понятны были теперь значит рожа жана это день суда на языке мудрецов когда каждого человека просчитывают его на восточном языке это называется карма карма это последствия твоих поступков твоих решений твоих действий и твоих ожиданий от на следующий год все это проходит как сквозь такой луч до такой луч и каждому человеку выходит на будущий год вот тебе твой уровень игры значит у тебя такие то будут сложности у тебя такие то будут испытания кому-то испытания деньгами кому-то испытания болезнями кому-то испытания там как он будет в семье себя вести а кому-то испытания как он будет когда он будет беженец не дай бог как он с этим выстоит, да, но выстоит это именно, все это происходит на уровне развития души, то есть весь этот мир, от начала, как человек заходит в этот мир, до когда он выходит из этого мира, да, он в этом теле двигается по этому миру, у каждого из нас есть потенциал, набрав баллы, перейти на следующий уровень игры, то есть душа переходит на следующий уровень игры, этот мир, он имеет смысл только как подготовка к следующему уровню, но естественно все хотят готовиться в хороших условиях, знаете как, когда люди едут в тренировочный лагерь, одни едут в тренировочный лагерь, где тяжелые полосы препятствий, где совершенно там им надо, ну, очень сильно тренироваться, но живут они в пятизвездочной гостинице и выходят на тренировки на полосу препятствий, а потом возвращаются в пятизвездочную гостиницу, где вечером идут в сауну и потом спят в очень удобных кроватях, а есть тренировочный лагерь, где они и тренируются тяжело, и живут тяжело в палатках, и еще по ним стреляют по-настоящему, но как вы думаете, в каком лагере тренировочном больше проявляется духовная сила человека? Чем сложнее условия, тем больше его душа, она проявляется, ее духовная сила. Теперь смотрите, вот давайте сегодня, к чему я это говорил, что кроша шана, мы подходим к этому дню суда, который определяет следующий год, мы подходим с каким-то багажом решений на будущий год и с каким-то багажом действий прошлого года. Я вот сейчас хочу месяц, месяц очень мы будем продумывать, что я делал в прошлом году, как я прошлый год провел и что я собираюсь в духовном плане делать в следующем году, для того, чтобы мы удостоились, чтобы Всевышний нам дал следующий год прекрасный, удобный, хороший. Он скажет, ладно, все, кто ходят на уроки воикра, найдите вам благополучие, здоровье, деньги, шломбайт, потому что вы молодцы, вы правильные решения принимали, вы правильно, вот смотрите, я, например, книжку с утра какую изучал, называется «Байт иуди», «Еврейский дом». Значит, как правильно строить семейные отношения, эта книжка, это второй том, есть еще первый такой же, то есть полностью оказалось, вот если бы я больше всего жалею, что я ее не изучал, когда женился, это просто для меня сейчас, конечно, если бы я ее изучал, у меня было бы 20 лет счастья, а так у меня было 20 лет сложность, ну, такую, знаете, как семейная жизнь, это работа, а вот если бы я эту книгу изучил, поработал бы год до этого по часу в день, да, и за год бы изучил бы этот двухтомник, у меня была бы рай в жизни, да, то есть это Тора, это Тора, которая рассказывает полностью структуру семейной жизни с точки зрения Торы. Очень всем рекомендую, Раф Синка Коэн, и это просто вообще невероятная книга. Теперь, когда мы изучаем Тору и потом начинаем выполнять правильно то, что Бог от нас хочет, то мы можем рассчитывать на очень хороший следующий год, и мы будем, значит, этим заниматься. Хорошо, значит, сегодня 26 число Минахим Аф, месяц Минахим Аф. Значит, погуглите, я думаю, что много из нее переводили, Рав Ашер Кушнир много из нее взял, как бы, для системы, но это, это просто, ну, невероятно, прямо, каждая, тут все идет маленькими главами, как я люблю, да, вот второй том, и тут вот объясняется, да, А от 40 Амикошер, это потребность, которая связывает. Оказывается, Всевышний так сделал, что Он и мужчинам, и женщинам дал потребности, которые, ну, как бы, когда у человека есть потребность, ему уже не хватает, это, как бы, с одной стороны, вещь плохая, Но Он именно специально дал эту потребность, которая его связывает и делает его зависимым от второй стороны. Только вторая сторона может удовлетворить эту потребность, то есть, поэтому для него, для него жизнь в брате со всеми тяжестями, со всеми, со всеми сложностями, со всеми обязанностями, со всеми сложностями, да, Жизнь в брате, это единственная возможность удовлетворить эту очень, очень важную потребность, которую он может получить только, удовлетворить только в брате. Представляете, как Всевышний задумал, да, есть отдельно потребности у женщин, есть потребности у мужчин, и когда ты знаешь потребность второй стороны, и можешь, и хочешь ее удовлетворить, То есть, тогда она счастлива, если она удовлетворяет твою потребность, то тогда ты счастлив, а если ты этого не знаешь, то ты не понимаешь, что происходит, тебе кажется, что потребность второй стороны, это слабость, ты вместо того, чтобы ее удовлетворять, ты начинаешь ее, там, ну, говорить, ты что вообще, ну, мне странно, что тебе это надо, и, и все, и люди ругаются, расходятся, страдают, понятно, да, очень интересно. Хорошо, двигаемся дальше, двигаемся дальше, значит, сегодня у нас 26-го Минахим Ава, и говорит нам книга о Йом-Йом, из бесед Ребе Рашаба, Ребе, он находил знания у предыдущих Ребе, и он собирал их знания о том, как надо жить, как надо действовать, и для себя выписывал на каждый день какой-то совет. Вот сегодня он выписал такой совет из бесед Ребе Рашаба, значит, в выходе из Едипта, в понимании хасидизма, также существует заповедь устного повествования о выходе из Едипта, то есть, смотрите, хасидут, это как внутренняя часть Торы, это та часть Торы, которая делает Тору такой вот живой, живой, значит, такой делает ее прям, ну, живой, жизненной. И в хасидизме у них есть такие обычаи, которые, вот здесь обычаи какой, есть выход из Едипта, о котором надо вспоминать каждый день, значит, выход из Едипта, о котором надо вспоминать каждый день, это произошло 3334 года назад, значит, было 10 казней, значит, мы помним все эти казни, потом фараон гнался, хотел уничтожить евреевский народ с армии, море раступилось, то есть, мы когда это вспоминаем, это чудо, но мы его не видели, то есть, мы его вспоминаем, мы даже верим, что оно было невозможно, чтобы весь народ обманывал и рассказывал то, что видели, мы это видели своими глазами и передаем сыновьям. И сыновья сыновьям, сыновья сыновьям, невозможно, чтобы евреи согласились передавать то, чего не было, то есть, всегда есть начало, например, там возникло христианство, был один еврей, значит, вот он, его казнили, потом он воскрес, сколько людей это видело? один, значит, ну, один это видел, никто же не скажет, что это видело 2 миллиона человек, потому что тут нельзя обмануть, если это видел один, видел один, то есть, начало любой истории, оно все равно, ну, как бы, тяжело-тяжело, ложь, обман, у нее нет ног, есть такое выражение, и ложь, она должна быть замешана на правде, то есть, можно методом какого-то исследования все-таки докопаться, где ложь, а где правда. Теперь, исход из Египта, это то, что передается миллионами людей каждый год на Песах, расскажи своему сыну, как это было, и традиция не меняется, 3334 года, поэтому мы верим, что это было так. Мы-то верим, но, когда говорится в эту ночь, в ночь Песаха, представь, что ты выходишь из Египта, я не могу представить, я не могу представить, потому что я не, ну, я вообще не представляю, что такое быть рабом в Египте. То есть, для меня, в принципе, это настолько не, ну, как бы, вообще какая-то дикая вещь, как можно быть, что мы были рабами 200 лет в Египте, как, ну, ну, как, то есть, человек, то, что он не видел, вот, я бы сейчас объяснял там Юрию Коробке, Юрию Коробка, например, я сейчас тебе расскажу, что есть такой фрукт фихуа, он говорит, я никогда не ел фихуа, я сейчас тебе объясню, ты поймешь, ты поймешь, не поймет. То есть, как ты не объясняй человеку, который никогда не видел фихуа, не пробовал его, ты не можешь ему объяснить вкус фихуа, потому что, ну, это невозможно. Теперь, еще более невозможно увидеть себя и почувствовать себя выходящим из Египта 3334 года назад. Что делает хасидизм? Хасидизм, он говорит, а вот есть обязанность рассказывать хасидские истории, принимая их всеми фибрами души. Необходимо знать, что каждый рассказ является жизненным наставлением. Каждая история должна прививать слушателю положительные качества, вдохновлять его на исполнение заповедей, наилучшим способом помогать ему ощутить красоту пути хасидизма. Значит, что это значит? Собираются хасиды, и один говорит, вот вы знаете, у меня был вот такой вот случай. И рассказывает то, что с ним было, чудо, которое с ним было. Я вам сейчас покажу книгу, которую я читал. Вот смотри. Вот есть книга, да? Вот есть книга, значит, «Моя история». 41 рассказ людей, лично общавшихся с Рэбе. Есть еще у меня книга, сейчас я покажу. А, нет, она у мамы осталась. Рассказы про Равицка Газильбера, про его жизнь тоже. Значит, когда читаешь любую эту историю, как человек, который, там, у него умирает племянница, и он едет к Рэбе, и Рэбе говорит, даже несмотря на ее медицинские документы, пойдешь, говорит, умирает она в Израиле. Значит, ей сказали, что у нее неизлечимая болезнь, и врачи отказались ее лечить. Ну, уже говорят, все, она все равно умрет. Теперь, значит, ее дядя едет к Рэбе в Америку, заходит к Рэбе ночью. Рэбе ему говорит, значит, она останется жить. Он говорит, она будет жива, будет, еще у нее будут дети. Едь в больницу отдаться, значит, заходи к профессору такому-то, и, значит, он ей поможет. Этот возвращается, ее дядя, в Израиль, идет к профессору такому-то, и дальше в этой книге идет рассказ профессора. Он говорит, я сижу в кабинете, тут заходят какие-то, какие-то люди заходят, раввины два, говорят, нас послал Рэбе, секретарша их не пускает, я выхожу. И они мне дают эти документы, я говорю, смотрите, вот врачи Хайской больницы, Рамбан, сказали, что она умрет, но нету шансов. А потом думаю, ну, если Рэбе из Америки послал их ко мне, и я про Рэбе только слышал, откуда он знает меня вообще, ладно, ну, сделаем операцию. И он делает операцию, и она выживает, и она выходит замуж, и у нее дети, и она жива. То есть эту историю я могу почувствовать. Это такой же исход из Едипта, это конкретное спасение от смертельной опасности. Только я это все представляю. Вот фотографии этот раввин, вот фотография этот профессор, вот эта больница, в которой я был, вот кабинет, как оно выглядит. Я это знаю, я был в этом кабинете, знаю, как секретарша у профессора, она не пускает. У меня была похожая ситуация, когда отец был в больнице, я тоже дошел до профессора, мне сказал раввин, не Рэбе, но раввин, который вот дает советы в случае болезней. Я говорю, что мне делать? Вот есть два разных диагноза, и, значит, два разных диагноза. И один врач говорит, что это так, и надо делать операцию, а второй врач говорит, это не так, и не надо делать. Он говорит, иди к профессору, я говорю, а как я дойду? Он говорит, зайдешь, там будет секретарша, ты дай ей документы, скажи, что я вас послал, и так далее. И, значит, она передаст профессору, и профессор ответит. У меня было это, я поэтому эту историю, которая есть в этой книге, я ее могу прочувствовать. И когда я вот это спасение, этот личный такой индивидуальный исход из Египта, я когда его слушаю и представляю, то для меня вот этот момент, что Всевышний выводит Египет, это тоже метафора. Египет, Митсраем на иврите, это теснины. И, как бы, выход из Египта, это выход из теснин, когда тебя сжало со всех сторон, когда ты тупик, не видишь выхода. И в этот момент, когда ты выходишь из этого Египта, то это, конечно, это, конечно, и особенно, если это происходит, и ты осознаешь, что это чудо, что это чудо от Всевышнего, что это ответ на твою молитву, то все, такой человек уже на всю жизнь, он становится религиозным, но он может забыть, что Бог ему помог. Как мы знаем, что сыны Израиля 10 раз они гневали Бога в пустыне, и, значит, Всевышний сказал, в конце концов, вы говорите, ну, я для вас столько чудес сделал, а вы все равно в меня не верите, так и они умерли в пустыне, мы это знаем. Так же бывает и в личной жизни, что человек, которому Бог делал чудеса, чудес, он потом может спокойно перестать соблюдать заповеди. Такое неоднократное видео. Хорошо, теперь дальше. Книга «Обретение неба на земле». Вторая книга. Вторая книга нам говорит, то есть первая книга нам говорит, что вот эти вот хасицы, эти личные истории нужно слушать, понимать, и понимать, что через них Бог с вами разговаривает и дает вам примеры, и дает вам воодушевление, и это то, что относится к вспоминать о исходе из Едипта каждый день. То есть чем больше мы соприкасаемся с чудесами Всевышнего через эти истории, тем больше увеличивается вера. Вторая книга «Обретение неба на земле». Традиция, идущая от Баальшимтова, это основатель хасидизма, гласит, когда кто-то рассказывает вам нехорошие вещи о других, сплетни, какие-то гадости, следует испытывать боль и огорчение по нескольким причинам. В любом случае, как ни смотри, кто-то страдает. Если это правда, плохо для того, о ком говорят. Если это ложь, плохо для того, кто это придумал. То есть, в принципе, вот этот вот момент такой, да, вот я тоже, мы только вчера учили, что нельзя рассказывать. Я поделился с одним человеком там своими опасениями по поводу другого человека. В итоге тот человек, про которого я рассказал, он вдруг моментально исправился. То есть вообще вот полностью на глазах там была какая-то вещь, которая, которая вот меня очень сильно волновала. Я поделился с, там, с близкими людьми этим. Теперь, ну, волноваться начали близкие люди. Они начали переживать. Они начали, ну, то есть для них это было страдание, реально, то, что они узнали. И несмотря на то, что сейчас это все исправилось, они все равно страдают. То есть, понятно. Лучше 10 раз подумать, чем рассказать про кого-то или сказать кому-то плохую вещь, да, которая вызовет у него негативные эмоции, вызовет у него какое-то, ну, вот, страдание. Лучше 10 раз подумать и в 9 из 10 случаев лучше не сказать критику, лучше не сказать негативную вещь и лучше на нее даже не обратить внимание. В 9 из 10 случаев. Потому что вред от того, что ты начинаешь в ней ковыряться, лично из моего опыта, намного больше, если ты ее принимаешь. То есть, нас учили так, что критика улучшает и надо все время улучшаться, улучшаться, улучшаться. И вот такая русскоязычная, бывшая Советский Союз, мы очень критикуем друг друга, мы очень такие к себе жесткие. То есть, люди, которые родились в Америке, в Европе, они мягче, они намного мягче. В Израиле намного мягче. Несмотря на все войны, которые были, несмотря на тяжелые условия, но ментальность людей, которые выросли в Советском Союзе и ментальность людей, которые выросли на Западе, разная. То есть, в Советстве люди очень жесткие такие, да, к себе, к другим, критичные, больше смотрят на негатив, больше такие любят вот прямо указать друг другу на ошибки. И меньше вот этих вот близких теплых отношений, к сожалению. И с собой тоже, потому что люди к себе очень самокритичные. А самокритика вызывает что? Отсутствие уверенности в себе, бетахона от СМИ. То есть, люди из бывшего Советского Союза, они меньше уверены в себе из-за этого. И, соответственно, достигают меньшие результаты в жизни, в бизнесе и во всем. Мягче надо быть. И давайте недельная глава сегодня. Недельная глава нам говорит, что вот тоже для меня это настолько интересное расхождение между тем, что мы видим сейчас, религиозный евреский мир. И между тем, да, вот это классный ответ, да, Лена сказала, что это помогало выжить в то время. Действительно, то есть, такой метод, который в то время был принятый, он помогал выжить тем людям, которые нашим родителям, там, дедушкам, они были, ну, жили в строгости. Сейчас этот метод уже только мешает в семейных отношениях, в отношениях между людьми. Но раньше было еще жестче. Вот сегодня как раз чуть-чуть мы дольше поучимся, 5 минут. Смотрите. Значит, сегодня отрывок в недельной главе Рея. Он говорит о том, что когда вы придете в землю Израиля, Машарабейну от Бога говорит, придете в землю Израиля, уничтожьте всех идолопоклонников и все идолопоклонство. То есть, самая страшная вещь – это служение идолам. И в сегодняшнем отрывке объясняется неоднократно, что даже так, как служат этим идолам, не делай. Значит, никак нельзя. В общем, идет очень прям конкретно, рассказывается, как, насколько страшно это идолопоклонство. И тут я увидел такой интересный момент, что Раби Атива, Раби Атива, он говорит, знаете, что он говорит? Он говорит так, что я лично видел, сейчас я скажу, где это я видел, комментарий на один из отрывков. Раби Атива говорит, что я лично видел, как один идолопоклонник связал своего отца и сжег его, как жертвоприношение идола. Написано, что они детей своих приносили идолам, родители друг друга. То есть, они были страшно, что они творили эти идолопоклонники, и поэтому Бог сказал, что все идолопоклонство надо уничтожить. Теперь дальше, но дальше будет интересный такой момент, что если придет пророк или чудотворец, который будет тебе говорить, что надо служить идолам, надо что-то делать, что в Торе не указано, убейте его, устрани зло из своей среды. Теперь дальше. Если будет тебя обольщать твой брат, сын матери твоей, сын твой, жена твоя, любой ближний твой, втайне говоря, пойдем и будем служить идолам, которых не знал ты и твои отцы, что нужно с ним сделать, как вы думаете? Значит, не лото вело, не благоволи ему, не надо с ним быть добрым. В лоте шмайла, вообще не надо его слушать. В лото хосэнеха, и не пощадить тебя его глаз. В лото хмоль, вообще не жалей его. А что в лото хосэалав, не покрывай его. То есть, если даже близкий-близкий родственник начинает служить идолам, то что? Тиарок Таргену. Убей, убей его. И твоя рука будет на нем первая, чтобы его убить, а весь народ дальше. То есть, Всевышний, он говорит, что если это такое преступление, как идолопоклонство, вообще не жалей, тут не надо быть мягким, тут не надо быть спокойным, а нужно просто конкретно взять и убить. Теперь мы видим современный еврейский мир. Но это все по-другому, нет такого. То есть, в то время был вот то, что мусульмане взяли, потом взяли как джихад, священная война и так далее. Это вот они взяли все отсюда. Так действовали раньше евреи. Потом они перестали действовать так. И в итоге первый храм был разрушен, второй храм был разрушен. Первый храм, кстати, был разрушен заедало поклонство. Веса кальта бааваним. Побей его камнями. Камнями затидывали до смерти. Вамет и умрет он. Тиби кэш ля атихаха мааляшем, что он тебя хотел отвратить от Бога Всесильного твоего. А муцияха мэрец мистраем, который Бог тебя вытащил из земли египетской. Мебета Вадим из дома рабства. Как ты можешь предать Всевышнего? Он тебя вытащил, он тебя спас, он тебе дал землю, он тебе все дал. Как ты можешь служить другим богам? Вот это непонятно. Вообще непонятно. И, значит, сказал Всевышний уничтожать этих и два поклонников. И все сыны Израиля услышат и убоятся. И не будут более делать такого зла в среде твоей. Значит, если город целый будет, город всех вырезать и город жечь, и даже не трогать ничего. Понятно, да? Ну, все. Вот это вот то, что мы сегодня изучили. То есть, с одной стороны, мы должны помнить всегда о Боди. С другой стороны, если связать эти три, то, что сегодня мы три разных книги учили. Второе. Никогда не говорить и не слушать ничего плохого про других. Но третье мы учили, что в Торе, сейчас мы не можем этого всего делать. То есть, сказали нам наши мудрецы, время изменилось, мы сейчас живем в другое время. У нас сейчас другой путь служения Всевышнему. Через любовь, через доброту, через мягкость и так далее. Но раньше Всевышний хотел от нас вот этого. Потом мудрецы, мы не можем сейчас взять Тору, о, типа, Всевышний сказал, надо убивать и два поклонника. Все, кто против Бога надо убивать, значит, начинаем джихад. Мы так не можем сказать. Почему? Потому что мы сейчас, мы знакомимся с Торой. Мы не можем сказать, что мы из Торы напрямую можем вытаскивать какие-то уроки. Есть раввины, есть мудрецы, есть те, кто знают всю Тору. И мы должны слушаться их. Они сказали нам, что быть добрыми. Быть добрыми. И кто хочет жестко работать и служить Всевышнему, нужно на себя обратить внимание. Полностью никаких лошонара. Кошерная еда, молиться, учиться, помогать самоотверженно. Вы знаете, вот у меня в Равыцках Зильберзе, хронат Седикли Враха, он ходил каждая, когда была Симхат Тора, и по субботам, он ходил и помогал пожилым людям, где, ну, которые уже при смерти лежат, вот эти хосписы, где лежат уже пожилые люди, ну, вот они все уже, они при смерти. И он ходил, и с ними общался, им помогал, и у меня силы, ну, я вообще не хватит даже зайти туда. Настолько я этого боюсь, это, ну, мне страшно, например, я, ну, мне страшно туда зайти. Это подвиг. То есть, мы в наше время можем делать добрые дела, так же самоотверженно, как они раньше убивали. То есть, ну, мы сейчас не можем, раньше каждый все равно жил в концепции, что смерть была всегда рядом. Мы сейчас, нам Всевышний тоже, война вот эта, которая сейчас идет, она как бы приблизила смерть. Я думал, что наше поколение уже, ну, не увидит войну, но мы видим, что, что, да, война есть, и десятки тысяч людей гибнут, и это все на наших глазах. Все, то есть, мы видим, что смерть, она все равно рядом, но раньше она была намного ближе, поэтому и пути служения были чьи-то другие. Все, всем хорошего дня, чтобы Всевышний услышит ваши молитвы, чтобы мы делали много для Всевышнего, и чтобы Всевышний выполнил наши молитвы. Все, всем хорошего дня. Сейчас попробуем сохранить в Телеграме урок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok